Добрый день! В эфире ИРЯВУНГ ТВ. У нас в гостях предприниматель, издатель, заместитель директора Национального института развития коммуникации Алина Владиславовна Гасумянова. Нашему издательству 4 года. Появилось оно в пандемию. В то время, когда все сидели дома и боялись, мы регистрировали СМИ, придумывали концепцию наших журналов и собирали команду. Но мы все знаем, в какой непростой ситуации сейчас находится Рубен. И нам очень хотелось как-то поддержать его, и его проект, и его семью. Но, тем не менее, мы не хотели участвовать в каких-то акциях, быть как-то в политической контексте. И мы подумали, что, наверное, будет нашим, понятным для нас и для многих, скажем так, большой интеллектуальной и читающей аудитории, будет понятен язык книги. Самое главное — это, в общем-то, гореть большой идеей, которая у тебя в голове есть. А все проекты, которыми я занимаюсь, они объединены большой идеей созидания и дружбы разных народов. Главное достижение — это мои дети. Причем не их успехи, это их достижения, не то, как они развиваются, растут и так далее, а, наверное, просто то, что я подарила им жизнь. У женщины сегодня, они не имеют, как бы так правильно сказать, ну, человека, который может дать дельный совет. Ну, то есть, наши мамы и наши бабушки, они проживали совсем другой опыт. У них не было такого периода, когда ты должен и работать, и воспитывать детей, и еще прекрасно выглядеть, и везде успевать. То, что сегодня требует современное общество от женщины. — Добрый день, Алина, спасибо, что приняли наше приглашение и пришли в нашу студию. — Добрый день, Зара, спасибо за приглашение. — Алина, вот вы предприниматель, издатель, занимаетесь очень широкой, у вас сфера деятельности очень широкая, вы еще и мама четырех детей. Как вам удается сочетать деятельность, активную работу и материнство? — Ну, у меня выбор без выбора, поэтому, наверное, нужно просто расставлять приоритеты и понимать, что, в принципе, с одной стороны, это такая игра в долгую, да, и если в какой-то период мы делаем паузу, например, в работе, то и уделяем больше времени детям, да, то ничего страшного не произойдет. Это с одной стороны, и с другой стороны мы понимаем, что жизнь одна, и хочется максимально все успеть. Вот, и здесь, наверное, срабатывает такой принцип, когда ты, как бы, уделяешь максимально качественно внимание в определенный период или детям, или работе. Вот, и можно, конечно, я знаю, что многие мамы, они там 24 на 7 проводят время с детьми, но если посмотреть, просто проанализировать тот день, как они проводят его, да, то большую часть времени они сидят, не знаю, в телефоне или занимаются своими какими-то делами, а фактически просто физически присутствуют рядом со своими детьми. Я поняла, что мне, наверное, важен какой-то другой путь. Я стараюсь в то время, когда я рядом с детьми, максимально качественно проводить его с ними, и откладываю абсолютно все, и уделяю время именно им. И пусть это будет, не знаю, 3-4 часа в день, но оно будет посвящено именно им. Ну и, соответственно, тогда, когда я не с ними, я погружаюсь всецело в работу, не мучая себя, там, чувством вины, что вот мои дети сейчас чем-то другим заняты, и я не рядом с ними. Ну, как-то, наверное, так. Вы, наверное, из тех людей, кто ломает стереотипы, потому что считается, что женщина должна выбирать между карьерой или семьей. У вас получается это сочетать и то, и другое, успевать по всем фронтам, так сказать. И хотелось бы сегодня поговорить и о вашей профессиональной деятельности, и о вас, как о человеке, который настолько уникальный, что все успевает. Спасибо. Вы, вот, издатель, у вас, издательство Perspectum Media, очень необычный проект, специфика проекта в том, что вы объединяете народы вокруг России. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших проектах. Нашему издательству четыре года, появилось оно в пандемию, в то время, когда все сидели дома и боялись, мы регистрировали СМИ, придумывали концепцию наших журналов и собирали команду. И когда мы стали думать о том, о чем должны быть наши журналы, мы поняли, что это должна быть дружба народов. Потому что, в принципе, это очень отражает и ДНК нашей семьи, и ДНК мое, потому что во мне течет пять кровей. И я сменила за свою жизнь 10 школ и пожила в разных странах. И я понимаю, что чем больше ты знаешь о культуре и традициях других народов, тем лучше ты их понимаешь, и тем богаче ты сам. И это действительно искренний мой личный интерес. И я верю в то, что если про это рассказывать, это исследовать, и тем больше людей будет широким кругозором, и тем интереснее будет их жизнь. И поэтому мы начали нашу издательскую деятельность именно с печатных журналов про самое интересное в жизни разных народов. Это народы как внутри России, у нас больше 190 национальностей, так и страны-соседи России. Мы насчитали их 27, и поскольку выбрали такую сферу, что мы без политики, только про культуру, и также в фокус берем молодых и перспективных людей, представителей разных профессий и, соответственно, национальностей, то получается так, что мы вне политического контекста. Независимо от того, какие дипломатические отношения у России с той или иной страной, мы все равно пишем про эту страну, про людей. И мы верим в то, что можно в информационном поле выстроить и на уровне людей выстроить поезд добрососедства. И, собственно, мы это и делаем. Мы считаем, что если мы будем разбивать стереотипы о тех или иных народах, рассказывать о них, тем крепче будет дружба, и тем теснее будет, соответственно, наше взаимоотношение и наше взаимопонимание. У нас два журнала. Один называется «Перспектива поколения поиска». И это лайфстайл-журнал ежемесячный, где мы берем интервью с молодыми перспективными людьми. И рассказываем о разных событиях, традициях в жизни разных народов. И второй журнал – это «Человек и мир. Диалог». Это научно-популярный журнал, он ежеквартальный. И в этом журнале его специфика в том, что авторами являются эксперты, сотрудники музеев, ученые, которые достаточно популярно и просто рассказывают и рассуждают на сложные темы. И там в числе материалов разные очерки, эссе, какие-то исследования, какие-то эксклюзивные архивные фотографии, которые можно увидеть только в наших журналах. И оба эти журнала с прошлого года представлены и в Армении тоже. Мы намеренно не стали делать каких-то специальных выпусков, посвященных только Армении. Хотя, безусловно, в каждом номере очень много материалов именно про армянских экспертов, про армянские события. И в этом плане Армения очень такая благодатная почва, скажем так, для исследований и для людей, которые пишут. Потому что очень много талантливых людей, очень много интересных мероприятий и событий, очень много исторических и культурных локаций, о которых можно рассказывать. Но, тем не менее, мы намеренно не сужаемся, не фокусируемся только на одной стране, потому что наша концепция — это расширять горизонты и показывать, что возможности и интересные люди, они существуют поверх границ. И мне кажется, это очень важно, чтобы в Армении, например, узнавали про Узбекистан, про Таджикистан, про Арктику, там, в России или в Норвегии. И точно так же в этих странах, которые я упомянула, чтобы узнавали в том числе и про Армению тоже. И тогда люди будут понимать, что не нужно смотреть куда-то далеко в Силиконовую долину, когда вот, пожалуйста, ты живешь в Казахстане, а вот по соседству в Армении есть классные IT-специалисты, IT-кластеры, и вы можете посотрудничать и повзаимодействовать. Или, например, есть в той же Армении потрясающие ученые, которые делают протезы, и они могут быть использованы в России, к примеру, или в любой другой стране. И это намного интереснее, ближе, чем заглядываться куда-то совсем далеко. Ну, в общем-то, это вкратце, если говорить про наши журналы, о которых вы упомянули. И плюс... Наверное, нашим зрителям будет интересно узнать, что совсем скоро журналы будут и на армянском языке, если кто не владеет русским. Да, осенью мы планируем изначально журналы на русском языке. И, в общем-то, это одна из наших концепций, да, потому что нам очень важно, чтобы, ну, как бы нас всех объединяет наше советское прошлое, да, и наш... то, что у нас есть общий язык, общие какие-то исторические корни. И, как бы, нам было важно писать на русском языке. Но мы с уважением относимся к языку страны, да, где мы издаемся и выпускаемся. И поэтому вот с сентября мы будем также переводить номер и на армянский язык, чтобы журналы были еще более доступными для локальной аудитории. Вот. Ну и вообще мы, как бы, изначально журналы рассматриваем как такую экосистему, потому что понимаем, что печатная версия, печатные журналы – это уже, ну, скажем так, что-то устаревающее, к сожалению, но в то же время обладающее чем-то эксклюзивным и особенным. Поэтому мы сохраняем именно печатную периодическую прессу. Вот. Но в то же время мы развиваем и онлайн, и сайты, и социальные сети, и развиваем платформы, соответственно. Вот. И плюс мы считаем, что, как бы, мы должны быть шире, чем журнал, потому что, вот, например, мы очень много берем интервью с героями, и нам очень интересно строить комьюнити вокруг журналов. У нас очень много интересных авторов. Например, у журнала «Человек и мир. Диалог» более ста авторов в разных точках по миру, и они все потрясающие эксперты, очень интересные специалисты, и нам хочется, чтобы не только на страницах журналов о них знали, да, и поэтому мы организовываем еще и лекции, и какие-то встречи и с героями, и с авторами. И вот таким образом у нас образовывается такой еще и комьюнити-клуб «Перспектум», где и наши партнеры, музеи, театры представлены, и герои, и авторы, и, в общем, вот какой-то такой постоянный микс происходит. Ну, как-то так. Ну, и, конечно, мы выпускаем еще специальные проекты, делаем совместно с крупными организациями, издаем книги, и с прошлого года мы еще запустили такое направление, как издание книг и нишевых медиа на заказ. Вот, мне кажется, что, возможно, время каких-то очень больших изданий, оно как бы, скажем так, меняется, да, уходит что-то, возникает новое, но вот именно нишевые медиа, которые будут заточены на какую-то узкую тему или специализироваться на изучении какого-то вопроса, вот, они, возможно, будут иметь как раз-таки будущее. И поэтому мы помогаем компаниям, помогаем государственному сектору создавать такие нишевые медиа для того, чтобы, ну, становиться, скажем так, лидерами мнений в той или иной сфере. Ну, вот по поводу издательства книг, знаю, что у вас недавно была издана книга про Рубена Вартаняна. Это верно. Расскажите, пожалуйста, о ней тоже. Ну, мы все знаем, в какой непростой ситуации сейчас находится Рубен, и нам очень хотелось как-то поддержать его и его проект, и его семью, но, тем не менее, мы не хотели участвовать в каких-то вот акциях, быть как-то вот в политической контексте, вот. И мы подумали, что, наверное, будет нашим, понятным для нас и для многих, скажем так, большой интеллектуальной и читающей аудитории будет понятен язык книги. И мы решили, что мы хотим издать книгу про Рубена и показать его как человека-визионера, человека широких взглядов, предпринимателя в первую очередь, и филантропа, и человека, который на самом деле настолько масштабный, что это огромная несправедливость, то, что происходит сейчас с ним, и что это человек мира, что его проекты, они глобальные, они не относятся к какой-то узкой теме или к какой-то одной стране. И в этой книге мы собрали высказывания известных людей про Рубена, про его проекты, и на самом деле, когда я готовила эту книгу и просматривала все интервью с ним, и все материалы, которые есть в открытых источниках, и также спасил большой его семье, они тоже дали доступ к архивам. Я была впечатлена, и действительно, его можно разбирать на цитаты, и вообще поражает его умение не просто смотреть на то, что его окружает, но и видеть, и как то, что в будущем будет, и как проектировать действия, и как управлять этим сегодня для того, чтобы это будущее состоялось. И, собственно, эта книга, она действительно получила большой интерес вот со стороны общественности, и даже в Армении издательство откликнулось, чтобы издать эту книгу на армянском языке, поэтому совсем скоро она тоже будет в Армении представлена и на русском, и на армянском языках. Ну вот, по поводу книг, знаю, что у вас сейчас намечен другой проект, над которым вы работаете, это книга про Узбекистан, тоже очень интересно, расскажите. Да, мы, ну, собственно, год мы присутствуем в Армении, присутствуем, это значит, что здесь на площадках наших партнеров можно взять бесплатно журналы и почитать их, кроме того, во всех книжных магазинах и супермаркетах есть наши книги, но мой любимый проект – это книга сказок. Мы собрали 27 народных легенд, и 27 художников сделали иллюстрации к этим книгам. И в том числе там есть и армянская народная сказка, которая называется «Золотое яблоко». Вот, и в непрошлом, позапрошлом декабре в филармонии у нас был большой концерт перед Новым годом, 25 декабря, где под сопровождением симфонического оркестра, под музыку актеры читали сказки. И Гран Тухатян, и Анаит Киракосян, и, в общем, еще актеры русского драматического театра Станиславского читали эти сказки, был полный зал. И, в общем, это вот такой проект, который тоже представлен в Армении, и, соответственно, периодически мы проводим разные мероприятия. И вот по аналогии с Арменией мы сейчас выходим также на Узбекистан. Планируем, что наши журналы также будут там представляться. Вот, и когда мы налаживали контакты с партнерами, а наши партнеры — это всегда крупные театры, музеи, культурные учреждения, там, не знаю, консерватория, библиотеки и так далее, вот, мы поняли, что, в общем, это такая талантливая нация, и нам хочется издать книгу, книгу про людей, которые создают Узбекистан, про креаторов, не только про ремесленников, но и про, в целом, про людей, которые представители культуры, режиссеры, актеры, продюсеры, блогеры, в общем, все те, кто, соответственно, транслирует культурный и создают культурный код этой страны. И вот сейчас активно работаем как раз над этой книгой. Это будет проект такой, скажем так, междисциплинарный, потому что будет и книга печатная, над этим работали еще фотографы, будет отдельно YouTube, тоже канал, и можно будет по видео увидеть все интервью, которые мы брали, вот, ну и, конечно же, в социальных сетях, поэтому это вот такой будет проект, связанный с креаторами Узбекистана. Ну, наверное, в будущем такой же проект будет и в Армении? На самом деле, очень хочется. Вообще, мы думали начать с Армении, но вот как-то так случилось, что все-таки первая книга будет посвящена Узбекистану, но надеюсь, что обязательно издадим такую книгу и про Армению, и сможем коллекционировать все страны, соседи. Вот, и самое главное, мне кажется, ключевая ценность в том, чтобы про эти таланты, про этих людей узнавали бы, не только в своей стране, но и в других странах. И мне кажется, что Армения – это действительно страна, которая богата талантливыми людьми. Это вообще, кроме природы, кроме исторических памятников, красивых храмов и так далее, ключевая ценность этой страны – это люди. И мне очень хочется, чтобы эти таланты, они развивались бы. И ручные техники, которые действительно исторически передавались из поколения в поколение, из рук бабушки, внукам, да, это и потрясающая кухня, и гастрономия. И, в общем-то, хочется, чтобы это не было утрачено, не было забыто, скажем так, и вымещено интернет-пространством. Алина, насколько мне известно, этот ваш приезд, он связан немножко с другим событием, с фестивалем «Золотой абрикос». И, насколько я знаю, вы вручали премию, кинопремию. Пожалуйста, расскажите. Ну, кинофестиваль «Золотой абрикос» для нас дорог с разных, скажем так, позиций и сторон. С одной стороны, мы являемся партнерами кинофестиваля, и журнал «Перспектива поколения поиска» активно оказывает информационную поддержку. И плюс мы представлены на фестивале и рассказываем тоже про молодых режиссеров и актеров, поэтому здесь у нас такая очень хорошая дружба сложилась. А с другой стороны, папа моего мужа был известным армянским кинорежиссером Геннадий Милканян. Это режиссер, который снял фильм «Шелковица» «Тетани» на армянском языке. И в свое время в Каннах за этот короткометражный фильм он получил приз. И, к сожалению, его сейчас нет в живых уже. И, в общем-то, когда ему исполнилось бы 75 лет, мы здесь на площади Шарля Знабура открыли звезду имени Геннадия Милканяна для того, чтобы увековечить его память. И учредили премию в рамках кинофестиваля «Золотой абрикос». Премия называется «Золотая шелковица». Это приз имени Геннадия Милканяна. Он, собственно, помимо самой статуэтки еще и денежный приз. который помогает молодому режиссеру. Очень важно, чтобы он был именно армянского происхождения. Потому что таким образом мы поддерживаем именно армянский кинематограф и даем возможность именно режиссерам короткого метра творить дальше и продолжать дело Геннадия Милканяна. Поэтому вручают премию обычно «Мой муж и мой сын», который назван в честь своего дедушки. Он Геннадий Милканян-младший. И, в общем-то, вот такая у нас семейная традиция. И мы награждаем молодых режиссеров короткого метра. В этом году это потрясающий парень, режиссер фильма «Тун». Прекрасный фильм. Если еще не смотрели, обязательно это сделайте. Очень интересно. И вот у вас настолько разносторонняя деятельность, настолько разные проекты. Где вы берете вдохновение? Куда вы идете за этим вдохновением? Ну, с вдохновением сейчас какое-то такое очень модное слово. Вдохновение, осознанность, еще что-то. Но мне кажется, что когда ты занимаешься делом, то вдохновение – это что-то, что уходит на второй план. Самое главное – это, в общем-то, гореть большой идеей, которая у тебя в голове есть. А все проекты, которыми я занимаюсь, они объединены большой идеей созидания и дружбы разных народов. И когда ты видишь, что это работает, что это помогает людям, в тебе как-то больше, не знаю, энтузиазма для того, чтобы делать что-то. Ну и во-вторых, мне кажется, очень важно, помимо вдохновений, талантов и еще чего-то, это просто дисциплина, просто делать. Потому что очень много внешних обстоятельств, которые сбивают с этого пути, я думаю, что мы все прошли через пандемию, через войны, через, я не знаю, какие-то обстоятельства, когда вокруг все серое и дождливое. Нужно просто верить в то, что ты делаешь это другим важно. Нужно просто маленькими шагами это делать, чтобы вокруг не происходило. И, наверное, вот эта вот идея, она и является вот этой точкой опоры и движущей силой, которая, в общем-то, ведет тебя вперед. Мы вот полтора года назад уже, получается, запустили в Армении Центр изучения русского языка и культуры. Их особенность в том, что... Не в том, что дети изучают русский язык, а в том, что мы показываем важность и ценность дружбы двух народов, России и Армении. И это центры в трех регионах. Я надеюсь, что мы сможем найти возможности для того, чтобы идти дальше. И потому что есть такой запрос. И это центры, которые современно оборудованы, которые с очень горящими глазами, с педагогами. И изначально это было просто как какое-то такое доп. образование, но потом мы видим, что это просто стало центром жизни для детей и их родителей. И мы, когда запустили эти центры, достаточно непростое время, мы попали. И все равно мы видим, что мы видим эту обратную связь, мы видим слова благодарности, мы видим, как дети, которые говорят, что раньше мы видели это только по телевизору, а теперь мы можем вообще здесь учиться. Когда нам пишут и говорят, вот, у нас есть такой мальчик, он талантливый, он прочитал уже все книжки в библиотеке, можете прислать, пожалуйста, еще. И мы понимаем, что вот ради этого ты должен делать, ты должен находить возможности и создавать еще, потому что ты имеешь какую-то, не знаю, в какой-то малый вклад в жизнь другого человека. И, может быть, вот благодаря этой книжке, благодаря этому центру вырастет какой-то знаменитый армянский ученый. Или, не знаю, какой-то, может быть, лидер мнения будет. Может быть, ну, мы не знаем, кто вырастет из этих детей, но совершенно точно, что мы даем какую-то дорогу в жизнь этим детям, и это тоже очень-очень важно. Алина, а что вы считаете главным достижением в своей жизни? Главным достижением? Ну, я на самом деле никогда не думала над этим вопросом, но я считаю, что очень важно на самом деле подчеркивать какие-то достижения того или иного периода, года и так далее, потому что очень часто мы попадаем в такую вот, становимся заложниками обесценивания и того, что нам кажется, что мы ничего важного не делаем, нам кажется, что, ну, что здесь такого, все и так про это говорят, все и так пишут. Когда мы издаем печатные журналы, и нам говорят, ой, да чем вы занимаетесь? Печатка это олдскульно, что вообще кому это нужно? И так далее. И, конечно, велик риск просто, ну, чтобы опустились руки. Но когда ты периодически подводишь итоги, и когда ты подмечаешь что-то хорошее, что ты сделал, и что-то ценное, важное, и это именно считается достижением, мне кажется, что это вот как-то, ну, дает какую-то точку опоры и какую-то поддержку. Вот. Мне кажется, что очень часто люди обесценивают это, да, и считают, что это, не знаю, там, просто подарок судьбы, или там природа подарила, или вот так вышло и так далее. Но, тем не менее, я считаю, что мое главное достижение – это мои дети. Причем не их успехи, это их достижения, не то, как они развиваются, растут и так далее, а, наверное, просто то, что я подарила им жизнь. Вот. Я считаю, что это вот просто этого достаточно. Просто подарить жизнь детям. А дальше у каждого есть свой путь, своя, не знаю, карма, как говорят, да, и своя программа на эту жизнь, да, и мы здесь только можем любить, мы можем только давать какой-то максимум, не знаю, своих ресурсов и возможностей, а дальше они как бы сами, конечно же, обретают свои достижения. А есть что-то, чтобы вы хотели добавить в свою биографию, чего еще пока нет в ней? Ой, ну, очень много. Я вообще из тех людей, кто любит вообще там планировать, мечтать, и, в общем-то, мне кажется, что когда ты, в общем-то, это делаешь, у тебя все обязательно сбывается, потому что ты, ну, концентрировано фокусируешься на том, что ты хочешь и как к этому, соответственно, прийти. Вот. Поэтому у меня очень много всего есть относительно и нашего издательского дома, как мы должны развиваться, куда должны прийти, о ком мы хотим написать, и, соответственно, относительно, ну, меня это тоже есть. Вот. Ну, так, наверное, из того, что можно озвучить, это я в этом году я проснулась с мыслью о том, что я хочу получить еще одно высшее образование. Мне, конечно, говорят, зачем тебе это нужно? У тебя и так уже куча профессий, куча проектов и так далее, но я понимаю, что, ну, вот просто мне это интересно и, возможно, это приведет, ну, даст какие-то новые ресурсы, новые пути, откроет какие-то новые двери к каким-то возможностям. Поэтому мне бы хотелось, чтобы вот как-то расчистилось бы пространство и время для этого пожелания. Ну, так как у нас передача называется «Женский портрет», я знаю, что у вас есть проект, который объединяет женщин интересных, вы объединяете их вокруг себя. Проект называется «Завтрак-клуб». Можете рассказать? Это женское сообщество, культурно-деловое. Ему 8 лет в этом году. Образовалось оно достаточно стихийно. Я как такой человек, который активно коммуницирует и много кого знает, ко мне часто просто обращались, что не могла бы ты меня вот с этим познакомить или вот с этим и так далее. И поскольку я всегда в работе и вечера я с семьей, то единственное время, когда я могла выделить на какие-то такие вот встречи, это было утро и завтраки. И, соответственно, какой-то период это вот были вот такие периодически возникающие завтраки, когда я кого-то с кем-то знакомила. И в определенный момент я просто осознала, что так много классных женщин в моем окружении есть и очень многие оказываются друг с другом незнакомы. То есть они знают меня, но не знают друг друга. И самый первый завтрак я пригласила 12 женщин из разных профессий и разных, в принципе, социальных кругов. И просто каждую попросила рассказать о себе. В итоге было настолько увлекательно и все были настолько воодушевлены и впечатлены вообще биографиями друг друга, что завтрак постепенно перерос в обед. Потом они сказали, мы хотим встречаться еще и еще. Потом поняли, что, в общем-то, ну, это классно, когда есть общие точки интересов и классно развиваться вместе. И мы стали приглашать спикеров. Ну и, в общем-то, первые, наверное, полгода проходило все примерно так. А потом я поняла, что нужно строить сообщество. Для этого нужны определенные правила, должна быть структура, должна быть схема. Я стала изучать разные клубы, ну, в основном мужские, там, в Англии, в Америке, как это устроено. И, в общем-то, лучшие практики забрала себе. И в итоге вот сообществу 8 лет. Это как бы периодически как бы проходят разные мероприятия. Мы приглашаем разных экспертов, приглашаем лекторов, приглашаем, не знаю, там, всевозможные, там, я не знаю, проводим мастер-классы и так далее. Все делаем максимально то, что позволит этим женщинам объединиться и как бы наладить тесные контакты и тесные связи. И я знаю, что, в принципе, сейчас такой тренд на сообщество, потому что, когда мы появлялись, ну, в России, ну, в Москве, по крайней мере, было там всего несколько крупных сообществ, вот, ну, сегодня и все бренды строят сообщества как бы вокруг, да, по какой-то теме и очень многие девушки объединяются и, в принципе, мне это нравится, меня это никак не отпугивает, я не рассматриваю их как конкурентов и так далее, потому что, мне кажется, что чем сложнее время вообще, да, и чем больше вызовов, тем больше человек ищет точки опоры. в каких-то традиционных обществах, ну, например, как я сейчас была в Узбекистане или, в принципе, в Армении, ну, сейчас уже очень меняется, но вот в целом в традиционных обществах очень сильно, сильная точка опоры это семья, когда ты знаешь, что у тебя есть кто-то, кто тебя, безусловно, любит, примет и где-то чувствуешь себя безопасно, очень четко развито чувство дома, например, да, то вот, скажем так, в европейских, в западных и вот в обществах такого плана, да, это, эти ценности, они уже размываются и очень велико чувство одиночества, очень активно, ну, появляются, не знаю, там люди, которые ходят к психотерапевтам, да, ищут какие-то вот пути, где они могут чувствовать себя безопасно, потому что у них эти точки опоры утрачиваются и комьюнити или сообщество, оно выступает вот, ну, некой заменой там семьи или дома или вот, ну, какой-то вот этой точке опоры и, в общем-то, наше сообщество, оно, наверное, поэтому и держится так долго, потому что мы уделяем именно тесным связям между людьми такое вот большое значение. Ну, и я думаю, что этот тренд, он будет и дальше шагать, вот, потому что это классно, когда ты развиваешься в среде равных, когда ты развиваешься среди тех, кто смотрит на жизнь так же, как и ты, когда есть общие интересы и так далее. Ну, и во-вторых, так получается, что женщины сегодня, они не имеют, как бы так правильно сказать, ну, человека, который может дать дельный совет. Ну, то есть, наши мамы и наши бабушки, они проживали совсем другой опыт. у них не было такого периода, когда ты должен и работать, и воспитывать детей, и еще прекрасно выглядеть, и везде успевать, то, что сегодня требует современное общество от женщины. То есть, у них была либо работа, либо дети, то есть, они много чего другого могут нам передать, ценного, да, но вот именно как выстраивать вот этот быт и эту рутину, они нам помочь не могут. И поэтому женщины часто объединяются для того, чтобы, ну, скажем так, через советы и через опыт друг друга, собственно, перепыляться и быть вот друг для друга какой-то поддержкой. Вот, поэтому вот сообщества тоже в этом ценны. Алина, а у вас есть девиз по жизни? Нет, одного девиза у меня точно нет. Я просто очень люблю жизнь. Алина, большое спасибо, что выделили время, пришли сегодня. Спасибо за интересное интервью и желаем вам всяческих успехов во всех ваших начинаниях. Спасибо, Зара, спасибо, это взаимно. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!